Меня зовут письменная Елена Валентиновна, я являюсь научным руководителем проекта Эльзоатлет, ну и старшим научным сотрудником Института механики МГУ. Путь в медицину был не совсем прямой, он был через желание сделать для здоровых людей Эльзоатлет, который бы оставил их здоровыми, сохранил им хорошее здоровье в плане не сломанных и не сдвинутых позвонков. Мы делали Эльзоатлет для нужд МЧС, когда они должны носить большие грузы, и это была первая работа, которая нас привела к вообще мысли о том, что можно разрабатывать Эльзоатлет и что может получиться нечто весьма удовлетворительное. А после того, когда мы поняли, что для здоровых людей слишком большие требования по оборудованию, по техническим требованиям, мы убедились в том, что можно сделать с немного меньшими требованиями для оздоровления людей, для их реабилитации. Основная проблема в реабилитации, во внедрении ее в врачебную среду заключается в том, чтобы познакомить врачей, убедить их в том, что это оборудование способно восстановить здоровье людей гораздо более быстрыми и эффективными методами и обучить их работать с этим оборудованием. Но для того, чтобы можно было убедить врачей, мы должны еще их обучить теми инструментальными, то есть пользоваться инструментальными средствами, которыми можно проводить измерения и оценивать эффективность реабилитации. Вот это вот одна из основных задач, которую мы решаем непосредственно, приезжая в клинике. Мы приезжаем в клинику, знакомимся, просим отобрать нам пациентов, подходящих по данной нозологии, и работаем непосредственно и сами, и врачей обучаем. Поэтому все действия наши идут совместно с врачами. Врачи учатся у нас, мы учимся у врачей, а пациенты получают и от нас, и от врачей определенные знания и помощь. Мы проводим биомеханические исследования в соответствии с наличием той аппаратуры, которая является мобильной, то есть переносной. Мы можем проводить испытания в разных местах и с разным количеством больных. Это биомеханические исследования по гониометрии, по исследованиям силовых параметров и по миографии. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать переносные лаборатории биомеханики и создать такое программное обеспечение, которое бы могло помочь врачам делать исследования быстро и получать результат быстро. А в зависимости от полученного результата уже можно будет тогда проектировать дальнейшие реабилитационные мероприятия. Помимо эзостелета, насыщать нужно еще и миостимуляцией, либо спинного мозга, либо миостимуляцией мышц при ходьбе, ну и другими ЛФК-шными процедурами. Они все должны быть, соответственно, реализованы по тому назначению, которое мы увидели по реабилитации. Кому какие мышцы стимулировать, можно увидеть по первым результатам реабилитации и их замерам. Биомеханические исследования заключаются в том, что все здоровые люди, независимо от возраста и роста, ну если это взрослые люди, ходят практически одинаково. У них только различается длина шага, скорость ходьбы, высота подъема ноги. Данные по миографии могут различаться только по одному параметру, по величине миографической активности. А вот все временные фазы, когда какая мышца должна срабатывать, это совершенно четко известный, заранее предписанный нам паттерн движения. То же самое и с углами. Коленный угол, тазобедренный угол, голеностопный угол ведут себя строго по определенным законам. Если человек имеет какую-то патологию, у него имеются отличия либо сразу по всем параметрам, либо по части параметров. И именно эти параметры мы потом в процессе реабилитации должны скорректировать. И вот уже коррекция этой реабилитации является сугубо индивидуальной программой для каждого пациента. Чтобы ее получить, мы должны обосновать наше наблюдение, сделать выводы и дать рекомендации уже врачам, которые будут действовать целенаправленно. И реабилитация будет идти и более коротким путем, дешевым и эффективным. У нас родилась такая мысль разработать переносную фактически лабораторию, которая, с одной стороны, может быть развернута в любом месте без требований к помещениям. Потому что видеозахват движения требует большого помещения и, соответственно, камер. И потом точности хорошей мы там не получаем. Мы сейчас разрабатываем специальный комплекс, который будет включать в себя измерение силы реакции опоры, будет измерять углы, причем в разных плоскостях во всех наших суставах. И миографию по достаточному количеству мышц одновременно. И все это будет происходить, и все эти измерения будут происходить одновременно, в единой сетке времени. Вот этого нет ни у кого. Проект Бомбини совершенно замечательный проект, поскольку это дети. Дети, которые родились с какой-то патологией или приобрели патологию в ближайшем, ну вот в раннем возрасте, это особые случаи, которые надо непременно стараться привести к оздоровлению. Потому что это на всю жизнь. И для того, чтобы это исключить, вот такое состояние, причем это проблема на всю жизнь не только в отношении этого молодого человечка, но это проблема семьи. И для того, чтобы сделать, устранить эту проблему, для того, чтобы общество получило полноценного человека, а человек стал счастливым человеком общества, мы к этому и двигаемся. Я хочу сказать большое спасибо. Нам вообще так везет с хорошими клиниками, с которыми просто можно работать в домашних условиях. Понимаете, когда вас привечают, когда вам позволяют делать то, что нужно, когда все это в согласии происходит. Спасибо большое Моникам. И спасибо большое Крылскому санаторию, с которым мы вот работали. Ну а сейчас о том, что мы там делали. Мало того, что мы исследовали там инсультных больных, но мы еще исследовали там и больных рассеянным кислорозом. Для нас это вообще было совершенно загадочное заболевание, и мы совершенно не были уверены в том, а что же мы там увидим. Ну вот на данный момент я вам сейчас скажу. Значит, специалисты клиники исследовали свою сторону по шкалам, которые здесь представлены. Это была работа клиники, и мы делали параллельно с ними исследования по биомеханическим показателям. На сегодняшний день существуют стационарные и немножко мобильные исследования, то есть аппаратуру, с помощью которой можно померить и гониметрию, и МГ, и динамометрию. Однако вот таких мобильных устройств их просто крайне мало. Поэтому нам повезло, у нас они были, и мы могли выезжать в клинику и делать то, что запланировали. Очень важным исследовательским вот таким аспектом являлось использование вот сенсоров для определения силы реакции опоры. Сначала мы использовали кислородские платформы у профессора Ворнова. Вот видите, в средний кадр там ходит наш Денис, кстати, он здесь, у него можно спросить. И мы увидели, что иметь только два шага, а там даже и два шага не получалось, потому что длина платформы такова, что не получается кратность по шагам. Мы решили, нет, нам это не годится, нам нужна достоверная полная информация по всем шагам. И вот мы остановились на выборе кирскановских стерек, с помощью которых мы исследовали именно реакцию опоры. Чрезвычайно важное исследование, потому что определение, они позволяют получить определение положения стопы в разных фазах, момент отрыва пальцев, по ним мы получили все временные параметры. И оценка естественной механической стимуляции, которая необходима для запуска локомоторного генератора. Мы считаем, что оценка подошвенного давления за счет использования системы тензометрических сенсоров помогает обеспечить лучшее понимание функций стопы, дает более полный анализ походки и может помочь оптимизировать процесс реабилитации как таковой. Особенно важна эта информация для идентификации фаз переднего и заднего толчков и работы, плюс нефаланговой зоны стопы. У больных рассеянным слерозом тоже проблема в правильной постановке стопы. Совсем не факт, что все ходят хорошо. И мы сейчас это дальше увидим. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас во втором курсе наших исследований были более тяжелые больные, чем в первом курсе. И была такая больная, которая фактически на левой ноге, вот посмотрите на самый левый верхний слайд, она стояла на пятке. Мы сначала не могли понять, как-то она так стоит, интересно. Не увидишь этого, не увидишь, даже глядя на подошву больной. А вы видите, вот там левая зелененькая, тут есть указатель, нет? Стоит на пятке. Вторая правая нога, красная, она стоит на плюсе, толчок происходит плюсе. Вот эти вертикальные полоски позволяют понять, в какой фазе мы проводим оценку. И посмотрите, пожалуйста, на правую левую ногу. Левая нога составляет менее половины от опоры. Это то же самое, что происходит и с больными после инсульта. Вот средние шаги. Левая нога гораздо менее опороспособна, чем правая. Если на правой ноге присутствует и пятка, и плюсни, то на левой ноге плюсни нет вообще. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Теперь, что произошло после 10-дневной тренировки. Как видите, реакции опоры правой и левой ноги выровнялись. Появилась и пятка, и плюсня. И это мы видим, вот я специально оставила один зеленый, то есть левую ногу, чтобы не туманить. Там появилась и пятка, и плюсня. И средний шаг, который представлен на правом верхнем графике, они уже приблизились по реакции. Ну, здесь вот написано, что плюсня теперь достигает уже 30% от веса тела. Запустите, пожалуйста, два видео. Больная до курса, ну, совсем плохо ходила. Вот она ходит в эрзоскелете в брусьях, и вот она потом ходит с каталочкой. Ну, что он... Исследовали другого больного мужчину. Как видите... Ой, а почему так? Исследовали, вот картинка там внизу. Исследовали и кинематические параметры, которые имели совершенно мозаичные выпады отдельных элементов ходьбы, отсутствие второго тыльного сгибания голеностопного сустава на обеих ногах, и практически отсутствует движение в левом коленном суставе. Асимметрия была в кривых угловых перемещениях на обеих ногах. Внизу представлены до и после графики голеностопного сустава, тазобедренного сустава и коленного сустава. Практически полное исчезновение рекурвации произошло. Красное – это после. Увеличение первого тыльного и второго подошвенного сгибания на правой ноге. И больной стал ходить, в общем, заметно как-то лучше. Что так плохо переключается? У этого же больного исследовались миографические параметры. Посмотрите, пожалуйста, рассмотрим более пристально правую колонку. Появились. После курса наблюдается увеличение максимума активности на обеих ягодичных мышцах на правой ноге. Концентрация максимума активности. Ой, а куда делась? Концентрация максимума активности ягодичных мышц. Ну, уменьшение рекурвации, посмотрите, практически… То есть уменьшение подошвенного сгибания. И еще коленный угол недостаточно хороший по величине. А что происходит, а? Вот он тут ходит за скелетий, и вот он ходит самостоятельно. Ну, теперь следующий можно. Теперь следующая пациентка. Если посмотреть на нее, так сказать, невооруженным глазом, то, ну, казалось бы, ну, ходит человек и ходит. Однако, если посмотреть с помощью приборов, то мы видим, что у нее левая нога, вот на левом рисунке, совсем прислоняется как-то очень скользящим образом к поверхности. И, естественно, левая нога имеет треугольную форму, и она гораздо слабее по реакции опоры. После курса выровнялась, во-первых, реакция опоры, и форма опоры стопы приобрела более правильную форму. Опоры на пятки еще на левую ногу мы не наблюдаем, но четкая опора уже на практически большую часть стопы у нее появилась. Презентация большая, поэтому... Ой, это рано. Запустите, пожалуйста, первый... Ну, то есть все три, ага. Вот больная ходила до, потом она ходит в разоскелетии, потом она ходит после. У нее выровнялись реакции опоры на правой ноге. Увеличилась длина шага с 0,77 метра до 0,95 метра. За счет этого повысилась скорость. Темп у нее остался примерно такой же, но вот скорость повысилась за счет увеличения длины шага. А длина шага увеличилась. Это очень хороший показатель, потому что, значит, ушла спастика. Она не могла раньше толком подняться по лестнице. У нее правая нога была спастична. Вот. И потом она говорит, я гораздо легче, теперь поднимаюсь по лестнице. Мужчина, который с нами тоже принимал участие в наших исследованиях, имел, ну, вот такую реакцию опоры. Ее назвать правильно никак нельзя. Ну, на пятку опора была весьма слабая. На плюсню толчок был достаточный. Что произошло после этого 10-дневного курса? Реакции выровнялись, приобрели правильную двугорбую форму, то есть то, к чему мы стремимся. Ну, и вот еще мы миографию тоже здесь хотим показать. Мы мерили ее до курса, в скелете и после курса. И мы видим, что мышцы отвечают на воздействие на работу скелета. Не буду долго рассказывать, кому интересно, расскажу. Вот здесь можно коротко сказать, что уменьшилась активность ректус феморис и достракнемиус в переносную фазу. А это чрезвычайно важно. То есть мы сняли спастику частично. То есть в переносную фазу эти мышцы должны отдыхать. И они здесь действительно уменьшились, их миографическая составляющая. Ну, также вот Роман Николаевич здесь присутствует. Вы можете с ним поговорить. Это вот его данные. До курса средний толчок делался, то есть ставилась нога на плюсню и не было переднего толчка от пятки. И следующие два стеклышка показывают, что теперь включилась в работу пятка на левой ноге. На правой ноге она у него была нормальная. Вот поэтому после курса передний толчок на левой ноге выполняется пяткой. Это очень хороший результат. Ну и по угловым параметрам до курса был и квинус в дальностопном суставе на обеих ногах, отсутствие первого тыльного сгибания на левой ноге, отсутствие второго тыльного сгибания на обеих ногах и увеличение сгибания в опорную фазу шага, подгибания так называемой на левой ноге. После курса уменьшилось второе подошвное сгибание на обеих ногах и уменьшилась асимметрия кинематических параметров. То есть человек стал чувствовать себя, ну, чувствовать, ощущать более правильную свою походку. Ну вот, смотрите, первый, запустите, пожалуйста. Вот так человек идет после курса, вот на том слайде он шел до курса. А вот это вот прогулки по парку Моники. Значит, скорость после курса повысилась примерно на 20%. И уменьшилось прогрессание правой стопы примерно в два раза. Повысилась выносливость. Пациенты, с которыми мы работали, все отмечали, что у них прибавилось сил. Ой. Куда ж она пропадает-то все? Ну, выводы не будем уже зачитывать, они, в общем-то, здесь очевидны. Вот на эти нажимаю. Я на эти нажимаю, я вот на эту нажимаю, и она не перескакивает. Значит, клиническая картина ходьбы пациенту с арсейным склерозом отличается неуверенностью, шаткостью в походке, с резким раскачиванием тулущи относительно фронтальной плоскости, цеплянием носком, запорную поверхность. Нередко отмечается сочетание квинуса в глиностопном суставе с рекуровацией в коленном суставе. И посредством инструментальных исследований были выявлены вот эти характерные особенности ходьбы пациентов с арсейным склерозом. Они здесь перечислены. И после курса тренировки в экзоскелете наблюдается увеличение средней скорости передвижения по всем пациентам, повышение устойчивости, устранение временной динамической асимметрии, изменение формы вертикальной составляющей и исчезновение вот этой цикличности, когда пациенты начинают быстро уставать, и сразу же это проявляется на реакциях опора. Они имеют такой вот циклический характер. Мы желаем всем здоровья, и мы будем стараться помочь в этом. Спасибо.